Театр О том, что такое театр сегодня, рассказала заслуженная артистка Республики Айгуль Шакирова. И каждый спектакль, который ты играешь, может быть, даже по несколько лет, и ни один спектакль не похож на другой, и ты сам не знаешь, как сегодня будет интонировать твой голос, как будет откликаться твое тело. Театр, наверное, это самый живой разговор, если это настоящий театр, если это театр не от ума, а театр от сердца. На открытие театра-студии приехал актер театра и кино Леонид Ермольник. Он поделился, как привлечь молодежь в театр. Вот у Андрюшки Макаревича есть такое выражение, мы когда спорим или шутим, он говорит, умом надо внимание привлекать. Ни костюмом, ни каким-то неадекватным, а умом. То есть хочется вырастить людей, которые могут за собой вести людей, могут в чем-то убеждать. Я больше всего не люблю ходить с троем. Мне нравится, когда каждый... Я люблю бровновское движение. Я люблю, когда люди отличаются, когда они спорят, когда один считает, что нужно вот так, а другой вот так. И когда люди общаются и спорят, ну, естественно, воспитанные люди, интеллигентные, начитанные, эрудированные, то обязательно они приходят к какому-то общему знаменателю. Все равно вся жизнь – это борьба. Борьба позиций, борьба точек зрения. Вот. И если люди умеют общаться, самое главное – это уметь общаться. Вот. Самое страшное для меня в жизни всегда было, когда ты выражаешь свою позицию, чего ты говоришь, а человек тебя не хочет слушать. Вот это самое страшное. Вот научиться делать так, чтобы тебя слушали – это может быть самое главное. На самом деле мне очень не нравится то, что сегодня происходит в мире. Если, например, посидеть 2-3 дня у телевизора или у радиоприемника и слушать только новости, можно сойти с ума. Поэтому я как-то придерживаюсь тенденции того, что я занимаюсь тем, чем я могу заниматься, чем я хочу заниматься. И, если честно говоря, немножко абстрагируюсь, потому что если учесть ту сложную вещь… Ну, мы часто произносим фразу «мир сошел с ума». Действительно, эта тенденция есть. Кто-то больше ругает Россию, да, даже внутри. Кто-то ругает Соединенные Штаты, кто-то ругает бестолковую Европу. И глобализация, и все это… Конечно, что-то изменилось. И, с одной стороны, мы радуемся интернету. Потому что если раньше между тем, что произошло, и несчастьем, которое может в результате этого случиться, проходили дни, месяцы и даже годы… Сегодня достаточно одного клика, да, и любая неприятность, или любое, как бы, заявление, или любая выходка становится известна всему миру в доли секунды. Поэтому я думаю, что мы не поспеваем с точки зрения своей сдержанности и ума соответствовать сегодняшним технологиям обмена информацией. Я думаю, что из-за этого вообще все трудности. Чем будет больше сдержанных, воспитанных, образованных людей, нельзя, чтобы технологии нас победили. На вопрос, есть ли сегодня в театре цензура, Леонид Ермольник ответил коротко, но ясно. Как таковой цензуры нет. Но запреты существуют. «Республика Икс» – совершенно новый формат театра, в котором юные актеры будут ставить спектакль о том, что сейчас волнует младшее поколение. По секрету нам рассказали, что в репертуаре театра-студии можно будет увидеть постановку по мотивам песен «Скриптонита». Ну а первый спектакль состоится уже 15 декабря. Глеб Безбородов, Роман Угуманов, городской телеканал ЮТВ.